Гарольд, Гарри, Мэйсон Пол Мужской Возраст 32 года, Силент Хэлл 1, 49 лет, Силент Хэлл 3 Род занятий Писатель Присутствует Силент Хэлл 1, Силент Хэлл 3, Силент Хэлл Плейновелл, Силент Хэлл Шеттерд Мармауриз Статус Мёртв Причина смерти Убит во сне миссионером Родственники Первая жена, вторая жена, Шерил, Хизер Гарольд, Гарри, Мэйсон, один из главных героев Силент Хэлл 1 и сюжетный персонаж Силент Хэлл 3 Писатель 32 лет, 49 лет на момент событий Силент Хэлл 3, вдовец и приёмный отец Шерил, Хизер в Силент Хэлл 3 Непосредственно принимал участие в срыве всех планов культа по возрождению их божества, хоть и в рамках поиска Шерил Долгое время после событий Силент Хэлл 1 скрывался от культовиков, но был найден и убит После событий Силент Хэлл 3 был похоронен своей дочерью Хизер Характер На протяжении двух игр серии мы неоднократно сталкиваемся с особенностями личности Гарри Мэйсона В обеих играх Гарри предстаёт перед нами как весьма творческая личность, подверженная весьма сильным душевным метанием и переменам, что свойственно людям его профессии и склада ума Несмотря на неудачи и страшные потрясения, которые преследовали его всю жизнь Гарри всегда находил, ради чего жить и демонстрировал волю к жизни и целеустремлённость в достижении поставленных перед ним задач Когда опасность грозит близким Гарри, тот не раздумывая бросается на помощь, вне зависимости какие преграды стоят у него на пути Также стоит отметить, что Гарри весьма осторожный и предусмотрительный человек Это ярко проявляется в период его бегства от культа, когда Гарри вместе с дочерью умудрился долгое время скрываться в другом городе, под другим именем и с другой биографией Прошлое О прошлом писателя известно крайне немного Когда Гарри было 22 года у него умерла первая жена Это было первое сильное горе, постигшее писателя в молодом возрасте Но, вместо того, чтобы топить своё горе в депрессии и алкоголе, Гарри нашёл своё новое счастье, женился во второй раз Однако, и на этот раз надежды писателя на счастливую жизнь не оправдались Мало того, что его вторая жена оказалась бездетная, так ещё и была тяжело больна, чем, никогда не уточнялась Но, даже несмотря на эти несчастья, Гарри не терял веру в чудо и стремление в жизни Силент Хилл Оригинс Вскоре, после того, как Алиса распрощалась с Тривисом Грейди и оставила новорожденную девочку на дороге, младенца находит Чета Майсонов, которая возвращалась после отдыха проведённого в Сайленд Хилле Факт нахождения ребёнка на дороге супруги восприняли как чудо, учитывая болезненное состояние жены Гарри и её неспособность иметь детей Назвав девочку Ширил Майсон и удочерили её и начали жить, полноценной, жизнью Новый удар Ширил росла, на радость приемных родителей, милой, доброй и послушной девочкой Гарри и его жена просто не могли нарадоваться на такое чудо, которое они обнаружили некогда на трассе Сайленд Хилла Впрочем Гарри скоро снова познал горе и отчаяние, от тяжёлой болезни жена Гарри скончалась и писатель остался один с ребёнком, которого нужно было воспитывать Впрочем Гарри не упал духом и несмотря на тяжёлую утрату собрал волю в кулак и продолжил жить ради Ширилл Когда девочке исполнилось 7 лет, она попросила Гарри отвезти её на отдых в Сайленд Хилл и писатель не смог отказать любимой дочери Окончательно обдумав все нюансы путешествия, Гарри и Ширилл собрались и поехали в Сайленд Хилл Силент Хилл 1 Путешествие Гарри и Ширилл близилось к концу и Сайленд Хилл был уже не за горами Однако, чем ближе машина подержала к городу, тем больше странностей начал замечать Гарри После того, как Сибилл Беннет обогнала Гарри на своём мотоцикле и скрылась из виду, Гарри начал замечать странную потерю цветов вокруг Дальше события развивались стремительно, увидел перевёрнутый мотоцикл Сибилл на обочине, Гарри отвлёкся и не заметил идущую по дороге девочку В попытке уйти от столкновения Гарри выворачивает руль, но уже слишком поздно Машина вылетает на обочину и Гарри теряет сознание Проснувшись Гарри сразу обнаруживает пропажу дочери, но кроме этого также отмечает безмолвие города, полное отсутствие жителей, непроглядный туман и неработающие светофоры Разглядев в тумане силуэт дочери Гарри бросается вслед за ней Беготня в тумане приводит его в тёмный проулог, где начали происходить ещё более странные события По твой сирены город погрузился во мрак, стены трансформировались в окровавленные и ржавые решётки, а в конце Гарри обнаружил в тупике изурадованное тело человека Выбраться из переулка Гарри не смог, так как его атаковали причудливые и ужасающие создания Далее Гарри просыпается в местном кафе, 5-2-2, где знакомится с Сибил Беннет Расспросив её о том, не видела ли она Шерил и получив от ней оружие Гарри отправляется на поиски На протяжении всех поисков Гарри всякий раз приближался к Шерил, но всякий раз она ускользала от него по непонятным на то причинам Вдобавок ко всему поискам мешали полчища монстров, различные препятствия в виде обвалов на дорогах, запертых дверей и различных головоломок Не понимая что творится в городе, Гарри надеялся получить хоть какую-то информацию от людей, которых Гарри встречал на протяжении всего путешествия по Сайленд Хиллу Впрочем никто не мог ему ничем помочь Далее Гелеспи оказалась единственной, кто могла пролить свет на ситуацию, но вместо помощи она постоянно направляла Гарри в нужное место и указывала ему, что делать Также писатель постоянно встречал в городе девушку, подозрительно похожую на его дочь и знаки, которые по словам Далия рисовала именно эта девушка с целью погрузить мир во мрак Результаты поисков оказались весьма плачевны, всё это время Далия использовала Гарри для своих целей и на самом деле за всеми происходящими событиями стоит религиозная организация, Аурдрн, которая и виновна в том, что произошло с Алисой, Шерилл и всем городом Подобравшись к девушке, коей оказалась Алиса, дочь Далии, Далия забрала всех участников трагедии в место под названием «Нигде», где Гарри понял всю суть происходящего На самом деле Алиса является эпицентром кошмара, а Шерилл её второй духовной половинкой План Далия состоял в соединении этих двух половин, что собственно она провела успешно при неосознанном участии Гарри и рождении того самого божества, которому культ поклонялся с давних времён Однако план Далия всё равно терпит крах, потому что Гарри смог победить неполноценно родившееся божество, которое убило саму Далию сразу после рождения Увы, но Шерилл спасти Гарри так и не смог Вместо неё Алиса отдаёт ему новорожденную девочку и помогает бежать из «Нигде» Таким образом, с новой жизнью, на руках Гарри убегает из Сайленд Хилла прочь Жизнь в бегах После событий Сайленд Хилл один Гарри переехал с дочерью в Портленд и для него началась жизнь с чистого листа, уже три раз Поначалу Гарри очень плохо понимал, что же произошло в Сайленд Хилле и кто этот новорождённый ребёнок полученный им при весьма странных обстоятельствах В те времена в душе Гарри преобладали смятения от всего пережитого и злость на Алиссу и Далию Впрочем, писатель смог перебороть эти чувства и полюбил девочку как и Шерилл Любовь была настолько сильна, что Гарри даже документы Шерилл приспособил для нового ребёнка Вскоре злость на Алиссу ушла и Гарри был даже ей благодарен за ещё один шанс Жизнь началась заново и Гарри снова был счастлив Но счастье опять ушло внезапно и без предупреждения Всё это время обескровленный культ вынашивал план мести и возвращения потерянной девочки Четвёртого года спустя после событий Силент Хилл-1, выследив Гарри один из представителей культа приехал в Портленд и напал на него В целях самообороны Гарри вынужден был убить культовика Суд квалифицировал его действия как защитную меру и Гарри избежал наказания Однако, с этого момента писатель начал понимать, что теперь ему придётся постоянно смотреть за спину И вскоре Гарри с дочерью переезжает в Ишфилд, полностью меняет свои документы дочери, даёт ей новое имя, Хизер и начинает жить как отшельник Всячески оберегая свою дочь и ограждая её от всего мира Силент Хилл-3 С момента приключений Гарри в Силент Хилле прошло уже 17 лет и у писателя выросла сильно его любящая дочь Хизер Которая хоть и была замкнутой и нелюдимой девушкой, всё равно была единственной отрадой для отца Для её защиты Гарри сделал всё, что мог Записал её на курсы самообороны Подарил нож и электрошек и, в качестве последней меры предосторожности, сделал из Аглаофотиса, полученного в госпитале Алчимилла, таблетку, которую вложил в амулет и подарил Хизер на день рождения Однако несмотря на меры предосторожности, Гарри всё равно с опаской отпускал Хизер из дому На случай его безвременной смерти писатель даже написал для дочери послание, в котором он рассказал обо всём, что произошло 17 лет назад в Силент Хилле и о том, как Хизер появилась на свет Как выяснилось, всё это он сделал не напрасно В один из обычных дней Гарри отправил Хизер за покупками в супермаркет Спустя некоторое время Хизер, как обычно, позвонил отцу, чтобы узнать, как он и всё ли в порядке Тогда он слышал свою дочь в последний раз Через какое-то время, сидя перед телевизором, Гарри уснул и пока он спал в его квартиру пришли Клаудия Вульф с миссионером, который и убил писателя, пока тот спал Опоздавшая Хизер обнаруживает бездыханное тело Гарри в кресле перед телевизором и после небольшой разборки с миссионером переносит тело Гарри в его спальню, не без помощи Дугласа Картланда Пообещав отомстить за отца, Хизер отправляется в Сайленд Хилл После событий Силент Хилл 3, в случае положительной концовки, Хизер хоронит Гарри на Эшфилдском кладбище Жизнь, после смерти Учитывая тот факт, что на момент нахождения смерти Гарри небольшая часть Эшфилда была погружена в кошмар, Алисса стоит предположить, что как и прочие жертвы Сайленд Хилл, описатель продолжил свое существование в кошмаре в виде призрака На это наталкивает несколько фактов Наличие сейфпайнт-блокнотов в Лики Сайдер Мюзмарнт Парк и Церковном – нигде За столько лет они просто не должны были сохраниться настолько хорошо, но они все-таки сохранились вместе с записями Гарри о происходящих 17 лет назад событиях Комната Гарри в Церковном – нигде Стоит обратить внимание на кровавые следы, ведущие от кровати к двери Можно предположить, что Гарри в мире Алиссы до сих пор жив и наблюдает за происходящим Дневник в комнате Гарри в Церковном – нигде Так как большая часть дневников и надписей в мире Силтни Хилла являются ничем иным, как призрачными проявлениями, то дневник в комнате Гарри – ничто иное, как мысли самого Гарри по поводу своей дочери Иные пути В контексте Силент Хилл 1 и Силент Хилл 2 судьба Гарри может сложиться несколько иначе Все будет зависеть от действия игрока Бат В контексте концовки Бат окажется, что все происходящее с Гарри события всего лишь предсмертный бред, так как Гарри на самом деле разбился на машине и истекает кровью медленно умирая Бат Плюс В контексте концовки Бат Плюс обессиленный и сломленный Гарри остается в кошмаре Алиссы и даже моральная поддержка Сибилл не помогает ему очнуться от забытия Гуд Плюс Результат концовки Гуд Плюс мало чем отличается от каноничного варианта концовки Гуд за исключением того, что в финале Гарри покидает город не только вместе с Хизер, но и вместе с Сибилл UFO, Силент Хилл 1,2 и 3 В случае выполнения игроком особых условий игра окончится на маяке и Гарри попадает в плен к пришельцам, в которых также верила Алиса, и они увозят его на космическом корабле Как выясняется в Силент Хилл 2, Гарри стал помогать пришельцам похищать людей и таким образом помог уфошникам похитить Джеймса Сандерленда Со временем Гарри и пришельцы стали большими друзьями и если игрок, выполнив особые условия в Силент Хилл 3, дойдет до дома Гарри, то последний, живой и невредимый, отправится с командой уфошников бомбить Сайлент Хилл Силент Хилл Шеттерд Мармаурис В контексте Силент Хилл Шеттерд Мармаурис Гарри Мэйсон все также занимается писательской деятельностью, однако это не помогает ему толком зарабатывать в жизни из-за чего его жена Далия постоянно ругает мужа и обвиняет его во всех бедах У них также есть дочь Шерилл, которую Гарри очень любит В один день Гарри с дочерью попадают в аварию в Сайлент Хилл и Гарри отправляется на ее поиски На его пути снова возникают чудовища, альтернативные миры и другие люди, которые с каждым разом ведут себя все чуднее и чуднее В конце путешествия выясняется, что все приключения Гарри это всего лишь плод воображения его дочери Шерилл, а сам он давно погиб в автомобильной катастрофе много лет назад Теперь Гарри существует в воображении Шерилл, как самый лучший человек в мире, которого она не хочет отпускать Для нее Гарри сравним с супергероем, когда как в реальности Гарри был забитым и нерешительным человеком, не способным противостоять всем превратностям судьбы и безработно терпящим все унижения жены Силент Хилл, Реверлейшн В контексте фильма Силент Хилл, Реверлейшн Гарри Мэйсон, он же Крис Дасильва из первого фильма, прячется от Силент Хилловского культа вместе с дочерью Хизер Пережив пропажу жены Гарри непросто жить нормальной жизнью и с годами он превратился в параноика Его страхи оказались не напрасны Дабы привести Хизер в Силент Хилл, культ похищает Гарри и Хизер приходится его вызволять из плена, заручившись поддержкой сына главы культа Клаудии Вульф, Винсента и Пирамида Голового В конце фильма Гарри остается в городе, чтобы разыскать свою жену Роуз Дасильва Цитаты Вы видели девочку Короткие черные волосы Недавно в прошлом месяце исполнилось 7 лет Have you seen a little girl? Short, black hair Just turned seven last month Шерил где-то там и она нуждается в моей помощи Черрил из Сомуэрэндши Нидсэмуайхэлп точка Шеррил моя маленькая девочка Я спасу её, несмотря ни на что Черрил сэмуай литл гёрл Айуэлсавейхэр, но мэтэруат точка Я не знаю, кто вы и что вы пытаетесь сделать, и меня это не волнует Только одна вещь Отпустите Шеррил Вот все, о чем я прошу Точка Айдэньт ноху юареоруат юаре трайинг туда, энт айдэньт кир Джастуонтинг Летчерилго Тхатсо лаяск точка Но иногда мы вынуждены говорить правду Вот почему я пишу это, до того как смерть и забвение поглотят меня, точка But sometimes we have to tell the truth Тхатсз w-a-ch-u-a-im-righting-tis, before I'm lost in this and able-revern, точка Когда она узнает правду, она будет чувствовать себя плохо Вот что меня беспокоит, точка Уиншинас з-з-з-э-трут, уилши фил-бат Тхатссуатуэрисми, точка Интересные факты С Гарри связан популярный интернет-мем За основу был взят момент, когда Гарри осматривает будку по леве Нести и говорит, что не уверен, что это будка собачья, так как поблизости нет собаки Меметичность ситуации заключается в том, что сразу после этой фразы на Гарри нападает скулящий Хотя полное имя Гарри, Гарольд, этим именем его никто никогда не называл в играх О том, что это его реальное имя говорится в книге, Lost Marmaris, а также на официальном японском сайте игры Радио и фонарик, используемые Гарри во время событий Silent Hill 1 стали не только символами серии, но и шаблонными аналогами для таких же предметов в последующих частях Модель Гарри из Silent Hill 3 внешне напоминает модель трупа у телевизора из Silent Hill 2, комната 208 в Удсайт Апартмент Внешне Гарри также напоминает персонажа франчайза Everdead, Эша Уильямса Также бензопила и шотган из Silent Hill 1 очень похожи на те, которые использовал Эша В Silent Hill 3 можно узнать предпочтение Гарри в плане литературы, по словам Хизер ее отец предпочитал детективы и детективные романы Вполне возможно под влиянием подобных произведений Гарри сам работал в этом жанре Фраза Гарри произносимая в UFO концовке Silent Hill 1 идентична его же фразе в UFO концовке Silent Hill 2 Субтитры создавал DimaTorzok